Настоящая война разгорелась в Беловинском сельском поселении. Ядром раздора стал пруд в деревне Пашнево. Воду с него спустили, сейчас там работает тяжелая техника. Это и вызвало опасения сельчан. Для них он был святыней. Для администрации должен стать официальным местом отдыха. Мы решили разобраться в вопросе. Это все латунь. Это все было найдено в одном практически месте, где стояло напротив часовинки. Эти монеты и кресты документальное подтверждение тому, как долго в Пашнево находился пруд. Самая старая монета датирована 1732 годом. Сергей и Алексей Аникины нашли их, как только в пруду спустили воду. Но радости от находок местные жители не испытали. Нас беспокоит то, что пруд исчезнет с лица земли. Дьяконовский пруд. Дьяконовский или дьяконовский. Сделан в 1700 каком-то году руками, прихожан, руками. На естественном рельефе с обваловкой по кругу. В общем, пруд, видели, его выпустили, он ушел. Где бы вы видели, чтобы пруд ушел за подлицо с рельефом. Действительно, дьяконовский пруд сейчас выглядит, как большая высушенная канава. Вот это лужа, все, что от него осталось. Однако, по словам рабочих, так и должно быть. Ключей и родников здесь нет. Вода сюда приходит только по весне, с полей. А сейчас для нее готовят, так сказать, новую емкость. Будет делаться искусственное дно. Замазываться глиной с углинком. Потом будет размазываться глина. Будет глина, если ее будет не хватать, ее будем привозить. То, что здесь песчаное дно, все мы знаем. Поэтому дно будет делаться, будет искусственная чаша. По берегам, чтобы выдерживалось воды то количество, которое запланировано. Что ей некуда будет деваться, потому что глина ей не будет давать никуда уйти. Эта работа проводится согласно проекту, согласованному с геодезистами. По словам главы поселения, прежде чем начать копать, на место выезжали специалисты, бурили скважину. После чего было принято решение углублять водоем не больше, чем на три метра. Согласно этому же проекту, из противопожарного водоема пруд должен превратиться в место массового отдыха. Пруд, пирсы, подъезды, парковка, вот эти вот все значки, площадка для игры в пляжный волейбол, кабинки для переодевания. Будет большой пожарный пруд, он будет нести многофункциональность, будет также являться местом для отдыха жителей, где будет установлена площадка детская с перспективой, зонтики, все для места отдыха, урны, как положено. Для справки, сейчас в Беловинском поселении нет ни одного официального места отдыха. Благоустройство должны завершить уже к следующему году. Что касается выемки песка, то он также идет на благоустроительные работы. Мы возили в песочницы, меняли песок, потом сейчас площадки везде у нас по району, даже можете проехать, посмотреть, везде новые детские площадки, соответственно, они все заросшие, их обновляли, отсыпали песком. Потом пляж отсыпали в Савинской, потому что там песок такой грязный, его когда чистили и берега бросили, вот туда большое количество машин, можете съесть, посмотреть, Савинский водоем. Ни наличие проекта, ни решение контрольных органов жители не успокаивают. Они уверены, что лишились своей святыни. Сейчас сельчанам осталось только надеяться, что технологический процесс не был нарушен. И после весны вода сможет задержаться в теперь уже новом Диаконовском пруду.